Для здорового человека не составит труда перешагнуть три ступеньки и обойти разбитые плитки тротуара. Но когда возможности ограничены полученной травмой, то это расстояние становится полосой препятствия. Год назад Алексей Копров начал борьбу за право свободно выезжать из подъезда на инвалидной коляске. Я разобью здесь. Пандусы были установлены только после обращения в прокуратуру. Но они оказались совершенно бесполезными. Угол наклона слишком крутой, к тому же подъехать к первому спуску Алексей не может. Мешает установленный на бетонных блоках скамейка. Второй пандус ведет прямиком к ограждению водостока. Вот спусти здесь и попробуй туда, в бордюр. И туда. Там разбитое все. Алексей не рискует здоровьем и спустившись с коляски просто сползает со ступенек. А дальше еще одно препятствие – разбитый тротуар. Даже с посторонней помощью ему очень сложно преодолеть выбоины. Колеса постоянно застревают в разрушенном покрытии. Как нам пояснил руководитель Саровского общества инвалидов, управляющий компанией недобросовестно выполнил работу по установке пандусов. Я сам видел эту ситуацию, проехал, посмотрел, подошел к этим пандусам. На самом деле пандусы изготовлены для галочки. Просто, чтобы пользоваться ими невозможно. Равенство прав и свобод человека за прессоциальной дискриминации закреплены в Конституции Российской Федерации. Закон о социальной защите инвалидов устанавливает, что граждане с ограниченными возможностями здоровья должны иметь свободный доступ к жилью и общественным объектам. А местные власти обязаны обеспечить доступ человека с инвалидностью в здание города. Любые такие переделки, какие где-то делаются, где-то делаются как улучшение, где-то делаются для доступной среды, они должны проходить соответствующую сертификацию, либо просто, как они, если нет специалиста, которого можно вызвать эту сертификацию, можно обращаться в общество инвалидов. Саровское отделение Всероссийского общества инвалидов оказывает помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, которые испытывают трудности в той или иной сфере жизни. Рассказать о своей проблеме и получить рекомендации о том, как дальше действовать, можно по телефону 3-50-11. Катерина Грискова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.